Завтра Владимир Путин уже будет в Индии. Россия обратила свой взор на восток. Оптимистично заявляют там и многого ждут от этого визита. За один день в Нью-Дели планируют подписать полтора десятка соглашений. В самых разных сферах, но прежде всего военной и энергетической. О перспективах сотрудничества накануне поездки Путина спрашивала индийская пресса. Самое интересное записал Константин Рожков. У тех, кто впервые оказался на индийских дорогах, может закружиться голова. Окажется, что это не ты едешь, а тебя несет поток, состоящий из миллиона автомобилей. К слову, преимущественно китайского производства. В Индии, которую еще каких-то 20-30 лет назад перечисляли к беднейшим странам мира, сейчас личная машина все меньше считается роскошью и все больше средством передвижения. Страна в буквальном смысле скатит в экономический бум. Развитие индийской экономики такое же бурное и стремительное, как и движение на местных дорогах. По темпам роста Индии уже давно среди мировых лидеров и вплотную подбирается Китай. Но чем мощнее работает двигатель, тем больше ему требуется ресурсов. И те страны, которые смогут их предложить, в итоге и останутся в наибольшем плюсе. В этом смысле у России есть все шансы стать попутчиком, причем с выгодой для себя. Обе страны уже сейчас прекрасно ладят в вопросах внешней политики. Индия, например, единственная из стран БРИКС, признала наличие законных интересов России в Крыму, что по нынешним временам уже немало. Осталось подтянуть экономические связи, о чем российский президент говорил в интервью индийским СМИ накануне своего визита. Индия выразила заинтересованность в заключении соглашения о свободной торговле с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Экспертам формируемой совместной группы при Евразийской экономической комиссии предстоит определить, какие шаги целесообразно предпринять, по каким группам товаров мы сможем открыть рынки, а по каким это было бы преждевременным. Визит российского лидера пойдет без лишней помпезности, все-таки встреча сугубо деловая, и, судя по графику, стороны не хотят тратить время на формальные церемонии. Но за излишней хлопотливостью, с которой сейчас прибирают индийскую столицу, угадывается желание угодить дорогому гостю. Так, например, напротив резиденции премьер-министра, где и пройдет подписание важных соглашений, сегодня весь день зачем-то перестригали и без того ухоженный газон. Тон местных газет, отвечающих визит российского лидера, сдержаны, но в то же время доброжестательное ощущение, что после завтрашних переговоров в отношениях двух стран может произойти прорыв. Новость о визите Владимира Путина будет главной в разделе международной политики. В нашей статье мы объясняем читателям, почему этот визит так важен для Индии. Ожидается, что между странами будут подписаны 15 соглашений, в том числе в области поставок оружия, атомной энергетики и газовой сферы. Для нас все это очень важно. Все же ключевой темой в повестке станет именно военное сотрудничество. Здесь у двух стран колоссальный задел еще с советских времен. Россия помогает Индии разрабатывать истребитель пятого поколения. За основу индейцы взяли именно российский прототип. Обе страны совместно выпускают самые быстрые на данный момент сверхзвуковые горлотные ракеты «Брамот». То, что Россия готова дать Индии доступ к технологиям, которые Индия не имеет в данный момент, и нет ни одной другой страны, которая даст это нам, это серьезное преимущество. Индия становится главным импортером вооружений в мире. Подъяснить Россию на этом рынке хотели бы производители Европы и Америки. К слову, в Госдепартаменте США уже признали, что пристально следят за визитом Владимира Путина в Индию. Константин Рожков, Алексей Зверев, Любовь Киченко, 5 канал Индия, Нью-Дель.